Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Генассамблея ООН учредила эту дату по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2009 году. В этот день, 29 августа 1991 года, был закрыт крупнейший в мире семипалатинский испытательный полигон. Казахстан вошел в историю как первая страна, добровольно отказавшаяся от ядерного арсенала. В рамках ООН был разработан и открыт к подписанию договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. В 2015 году Нурсултан Назарбаев выступил с трибуны 70-й сессии Генассамблеи ООН, призывая к миру, свободному от ядерного оружия. И назвал эту задачу главной целью человечества. Глобальные инициативы главы государства озвучены и в манифесте «Мир 21 век». Вспоминая прошлое, смотреть в будущее. Через полчаса в столице начнется международная конференция под таким названием, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний. На месте работает Татьяна Ковалева, и она выходит на прямую связь со студией. Татьяна, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Салтанат. Конференция будет проходить пять дней. В ней примут участие общественные деятели и участники организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Они обсудят роль ядерного разоружения в мире, в том числе путем повышения статуса этого договора. Ожидается, что на форуме будет принята совместная декларация, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний. Стоит отметить, что помимо Астаны участники конференции посетят бывший Семипалатинский ядерный полигон. В программе встречи с руководителями институтов национального ядерного центра и молодыми учеными-ядерщиками. И экскурсия в музей, который рассказывает историю полигона от момента его создания до закрытия. Программа обещает быть насыщенной, мы будем следить за ходом конференции. Но у меня пока на этом вся информация к этому часу. Салтанат. Спасибо большое. На прямой связи со студией был наш собственный корреспондент Татьяна Ковалева. Спасибо.